Гребневская церковь, музыкальная школа, железнодорожный вокзал. Сегодня мы узнаем историю главных Одинцовских достопримечательностей. Здравствуйте, меня зовут Евгения Августина, я хочу рассказать вам про округ и его жителей. Первые упоминания об Одинцово датируются 1627 годом, хотя доподлинно известно, что населенный пункт появился значительно раньше. Во второй половине XIV века Андрей Иванович Одинец получил эти земли от великого князя Дмитрия Донского. Считается, что именно поэтому поселение получило название Одинцово. В 1673-м Одинцово принадлежало Артамону Сергеевичу Матвееву, видному государственному деятелю эпохи царя Алексея Михайловича. Именно он построил здесь первую деревянную церковь во имя священномученика Артамона. Так деревня стала селом. История давняя, но по легенде, именно благодаря этому сейчас на гербе нашего города изображен олень. Герб Одинцово изначально был другим. Если посмотреть по истории, можно залезть в интернет и посмотреть там. Он действительно был другим, но наш бывший глава города решил поменять. Есть такая легенда, что, опять-таки, если я рассказываю про нашу церковь, то, что она построена в честь священномученика Артамона, изначально она была деревянной. Так вот, есть легенда о том, что у священномученика Артамона был спутник оленя. Это очень красивая легенда, которая понравилась бывшему главе. И вот он решил в основу герба взять данную историю. Действительно, она очень красивая. И олень – она такое благородное животное. В конце 18 века село Одинцово переходит во владение Елизаветы Зубовой. Графиня вместо старой обветшалой церкви строит новую каменную в стиле классицизма во имя Гребневской иконы Божьей Матери. Чуть позднее к ней пристроили колокольню высотой 30 метров и устроили два предела. Сейчас это самое древнее строение в городе. Многие из современных городов возникли в связи с тем, что располагались около дороги, особенно в Подмосковье. Здесь проходил Смоленский тракт, ну и, соответственно, была, располагалась деревня. В этой деревне в начале 19 века, даже уже ближе к концу 19 века, всего было пять зданий кирпичных. Первое здание изначально было деревянное, потом графиня Зубова, которая владела селом Одинцово, перестроила его. Это была осень 1801-1802 года. Далее это завод Якунчикова, здание, которое было построено в 1887 году. Также у завода была больница, которая располагается сейчас на машиностроительном заводе. И здание Курца Сорокаумова, сейчас там, вы знаете, музыкальная школа, где занимаются детки. Только часть здания является исторической, потому что в 90-х годах хотели вообще снести постройку, но наши неравнодушные краеведы писали очень много писем в администрацию, здание решили сохранить. И только та часть, которая располагается ближе к подземному переходу, является исторической. А вторая часть зеркально достроена. Гребневский храм осквернили солдаты французской армии в 1812 году, год спустя, освящен снова. В конце 30-х годов прошлого века он перестал существовать. Церковь начали использовать в хозяйственных целях. Здесь были склады, солдатская баня, общежитие, различные конторы, художественная школа. Верующим храм был передан только в 91-м году. Сейчас мы с вами находимся в центре города Одинцово. Вот наша любимая знаменитая баранка. Острожил, вспоминают, что здесь когда-то раньше были карьеры, были пруды, в которых они купались. Вот действительно ли это так? Неужели вот в центре города был карьер? Да, действительно, это была карьера по добыче глины и песка, потому что Одинцово у нас богато еще глиной и песком. Собственно, кирпичные заводы здесь стояли не зря, потому что здесь было большое кирпичное производство. Основное это было, конечно же, Василий Иванович Якунчиково, потому что его поставки, его кирпич стоит даже постройка на Красной площади. Это государственный исторический музей, который был построен из нашего Одинцовского родного кирпича. Нам есть чем гордиться. Да, 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 вот, поэтому и много других, кстати, зданий в Москве построены из нашего Одинцовского кирпича. Вот, и он был теперь очень качественный, очень хороший, и он был не только там какого-то одного вида, там было очень много видов кирпича. А чем исторически занимались жители сначала деревни Одинцово, потом города? Наверное, какая-то часть в свое время работала на заводах Якунчиково. Да, действительно, здесь были у Якунчикова, вот честно, я когда изучала историю про Василия Ивановича Якунчикова, чем мне понравился Василий Иванович, не только вот как меценат, как человек, а тем, что он очень заботился о своих крестьянах, заботился о своих работниках, потому что не у всех, далеко не у всех кирпичных заводов была своя заводская больница, здание, которое сохранилось до сих пор. Построить заводскую больницу для рабочих, это было очень... Дорогого стоило. Да, это очень дорогого стоило. Для того, чтобы вы понимали, у нас была напорная башня, которая была построена, она построена была не за один год, когда мы ходили смотреть эту башню, изучали ее, и там было очень много кирпича разных производств. То есть мы можем предположить о том, что постройка самой такой небольшой даже напорной башни проходила очень довольно-таки длительно. Кирпич в то время стоил очень-очень больших денег. Соответственно, чтобы построить кирпичное здание, заводскую больницу для рабочих, это тоже как бы дорогого стоило. Ну, собственно, он построил. В прямом и в переносном смысле. Да, да, да. Поэтому у меня лично как бы человек вызывает уважение, что он заботился о людях. А чем еще занимали жители, кроме работы на заводе? Ну, в основном, мы все жители того периода времени были с промыслом. То есть каждая семья жила своим промыслом. Если, допустим, это Одинцово, это был кирпичный промысл, да, если, допустим, близлежащее, это было лозоплетение, это Голицыно, мы знаем, да, также были ювелирные мастерские. То есть, как правило, были, также была еще музыкальная артель, часовая. То есть здесь, в основном, в Одинцово были вот такие вот промыслы, да. И, кстати, есть замечательные книжки Кузатикова. Это, собственно, как бы наш краевед, наш знаменитый, да, Одинцовская земля. Написала знаменитую книжку, да, Одинцовская земля. Настолько книга краеведа. Да, книга краеведа, да, где можно посмотреть, какие заводы у нас здесь были. Эта книжка находится в каждой библиотеке, в каждой школе, вот, кстати, да. Можно прийти к нам, опять-таки, в библиотеку номер один и взять данную книжку, почитать. И увидеть, да, действительно, что были и ткацкие фабрики, ткацкая фабрика имени Гару. Вот это вот все, по крайней мере, что мы знаем пока. Но она была действительно до какого-то периода времени, по-моему, до 20-го даже века она здесь была. Отскуда возникают названия улиц? Ну, был такой период, да, когда мы называли улицы в честь плодовых деревьев. У нас есть улица Абрикосовая, да. Виноградная. Виноградная, да, да, да. Поэтому были такие, и дальше есть у нас улица Революция, да, по-моему, в Одинцово я видела, когда вот писала маршруты. Я составляла когда схему, улицы возникали в свой период времени. То есть был, допустим, период революции, там у нас опять шесть улиц названы в честь революции, там, да. Был там период, там, оттепели хрущевской, да, у нас там фрукты, яблоки и так далее. То есть вот это тоже, на самом деле, очень интересная история. Но мы о ней поговорим в нашем библиотуре. Что это за библиотур? Расскажите про него. Эти ребята мы встречаемся около библиотеки. Далее мы следуем сюда, на нашу любимую баранку. И мы здесь разговариваем о том, какие были заводы кирпичные, о том, какие виды глины добывали. Потом мы с ребятами идем к зданию Куца Сороколомова. Это здание гостиницы. Там дальше располагались, останавливались перед Москвой, отдыхали, да, и, собственно, как бы ехали уже в саму Москву непосредственно. Там даже вот, если вы посмотрите на самознание, такие маленькие-маленькие-маленькие окошки. Там раньше были вот эти вот маленькие комнаты. Кстати, я там занималась музыкой, вот, и когда занимаешься музыкой, там очень тонкие стены, и очень-очень слышно, что делают соседние... Это же мешает, наверное, музыкантам. Да, это мешает музыкантам. Если посмотреть на эти классы длинные, да, длинные и узкие, то там вмещается ровно там одна кровать на одного человека. То есть вот как-то так. Хостел такой современным языком. Вот, потом мы, значит, подходим к нашему историко-праведическому музею, смотрим на него издалека. Когда я рассказываю ребятам, что это здание построено примерно в 1787 году, то это вот именно и есть контора купца Якунчикова, в которую он приезжал, работал. Здесь производили поставки кирпича. Завод располагается близ железной дороги, да. Это, опять-таки, транспортное сообщение, транспортный путь. И когда, опять-таки, в Одинцово появилась железная дорога, стали развиваться все транспортное сообщение, это понятно, да. И, соответственно, деревня тоже вырастала в своих размерах, что, собственно, привело к таким красивым масштабам нашего замечательного города Одинцово. Далее мы подходим к вокзалу. У вокзала тоже есть своя история. Он построен в том виде, который мы его видим в 1900 году. Архитектор Кекушев. Проект был создан в 1889 году. Здание вокзала изначально было деревянное, и модернизация самого здания произошла в 1889 году. Воплотился проект в 1900 году. Здание было первое. Комната для первого класса, для второго класса, для третьего. Ну и, конечно же, отдельная комната для императорской семьи. Потому что семья Николая II и вообще Романова, они очень любили путешествовать по железной дороге и часто останавливались в этих местах. Улицы, по которым мы каждый день ходим, хранят много тайн. Мы уже готовим новую историю про округ и его жителей. Увидимся скоро на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова